Итоги первых месяцев 2017 года обсудили на заседании по лекарственному обеспечению. Определенные положительные результаты уже есть. Так, финансирование отрасли из областной казны увеличилось на 11%. Уже проведены аукционы по закупке лекарств на первое полугодие. Проведены торги на закупку льготных медикаментов на общую сумму 414 миллионов рублей. За 2017 год 33 872 человека обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированным питанием по 151 тысяче бесплатных рецепт на 321,5 миллиона рублей, что в суммовом выражении на 4,4% выше уровня 2016 года. Продолжает увеличиваться и аптечная сеть. В конце зимы в Дальнем Засвияжье на улице Шигаева открылась новая аптека. Учреждение расположено в спальном районе, в здании магазина «Гулливер». До этого ближайшая аптека находилась через две остановки, а местным жителям приходилось преодолевать немалое расстояние, чтобы купить необходимые лекарства. Второй-третий раз я прихожу сюда и меня обслуживает прекрасно. Новая аптека в своем ассортименте насчитывает более 4000 наименований. При отсутствии интересующего товара есть возможность оформить индивидуальный заказ. А с мая месяца на прилавки поступит первая партия бинтов, производство которых было запущено на базе Ульяновской фармации. В ближайшее время, в апреле, открывается также в системе «Гулливер» аптека в Ишеевке. К первому июню мы открываем в перинатальном центре аптечный пункт. И в планах до конца года, как я уже говорила, еще не менее 10 аптечных учреждений. Перед началом заседания глава региона осмотрел центр профпатологии, где полным ходом идет ремонт. Уже приведен в порядок первый этаж, пол, регистратура, раздевалка и туалеты для маломобильных граждан. В планах до конца мая обновить лифт и санитарную комнату. Стоит обратить внимание на регистратуру, работа которой выстроена согласно новому федеральному проекту «Бережливая поликлиника». Знакомы всем жителям окошки теперь сменились на открытую зону с отдельным картохранилищем. Проект направлен на выявление неэффективных технологических процессов в медучреждениях. И у нас с вами тоже уже неоднократно был разговор о том, что таких у нас неэффективных расходов достаточно много. Поэтому просил бы в ближайшее время внести мне предложение, как мы с этим проектом будем дальше двигаться. Проект «Бережливая поликлиника» был запущен Минздравом в прошлом году. Программа призвана улучшить работу всего учреждения. Пациент должен максимально быстро получить необходимые консультации без больших временных затрат. В том числе достичь этой цели планируется за счет разделения потоков больных и правильной организации пространства. Дарья Судрева, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.